Была фонетическая адаптация русских заимствований в польском говоре села Знаменка Багратского района Республики Хакасия и села Александровка Краснотуранского края Красноярского края на примере согласных звук. Одним из направлений моей работы был сбор лексики, не представленный в литературном польском языке. В лексике очень много заимствований русских, и из-за этого, следствие этого, сфера потребления одного языка шире, чем сфера потребления другого языка. Ну, то есть русский язык там больше используется, чем польский. Заимствование происходит на разных уровнях, и самый подвижный уровень из этого лексика. Мы рассматривали звуки, которые в русском языке не так же характерны для польского. Вот, например, звуков Ре, Де, Те, Се, Ле, Ще, Че, Зе нет в польском литературном языке. А звуков, остальные звуки Ше, Бе, Пе, Ве, Ме, я их сюда включила, потому что при адаптации в данном говоре там получаются другие соответствия, нежели чем в литературном польском. Все звуки могут как и адаптироваться, так и не адаптироваться. А теперь рассмотрим эти звуки. Вот, например, звук Ре. Он может отвердевать, как в примере Древня, а может переходить в звук Же, как в слове Наваже. А при заимствовании русских слов с приставкой Пре, Припере, переходит в звук Ше, как в слове Пшегвасале. Звук Де. Де может отвердевать, как в слове Древня, а может переходить в Дже, как в слове Джаревня. Звук Те может при заимствовании инфинитива глаголов, которые оканчиваются на Те, переходить в Че, как в слове Подумач, но таких примеров на самом деле не очень много было зафиксировано. Звук Се может переходить в Ще, как в слове Кращева. Л в Вэ, Шегвасале. Звук Ще может переходить в Щече, как в слове Ещиках, но таких примеров тоже очень много. Звук Че переходит в Се, на Цели. Звук примеров с адаптацией на звук Зе не было зафиксировано. Он может не адаптироваться, как в слове Хозяин. Звук Ше переходит в Се, старсый, и это является следствием мазурения. Мазурение аналогично русскому цоконью, но в отличие от цоконья, там связано не только с неразличением Че и Це, а в польском случае с Че, а еще с неразличением С-Щ и З-Ж. Звук Бе переходит в Бже, как в слове Абжиджич, и это является следствием асинхронной мягкости. Асинхронная мягкость — это фонетический процесс, когда получается мягкий звук, например, как Ж. А Ж в ряде случаев может отвердевать и переходить в Ж. На звук Пе не было примеров с адаптацией, без адаптации есть пример спины. Звук Ве может переходить в Ж, как в слове Занажийска, а может переходить в Ж, как в Ще подражило. и это тоже является следствием асинхронной мягкости. Звук Ме может переходить, может отвердевать, и получается с цемента, а может переходить в звук Ме, как в слове «поднятаю». И это тоже асинхронная мягкость. Вот, и на основе своей проделанной работы я сделала выводы, что такие процессы, как переход Ре в Ж, Сев Че и Сев Ще было зафиксировано очень мало, поэтому и они были в первом тысячелетии. И они сейчас не очень актуальны, а вот такие, например, процессы, как мазурение и асинхронная мягкость в данном говоре сейчас очень актуальны и хорошо используются. Спасибо. Половина доклада. Половина. У нас отдельный дитя. Тема моего доклада «Заисственные средства оформления высказываний и текста». Жители села сохранили... Хорошо, хорошо. Сохранили свой язык, но вследствие постоянного контакта с русским языком мазурский диалект заимствовал много русских слов. Нас заинтересовали заимствования в области оформления высказываний и текста, а именно вводные слова и модальные высказывания, выражающие субъективные смыслы. Отношение говорящего к форме высказывания собеседнику, к счастью, правую, конечно. Выражение, слушающие для структурирования текста, обозначения его границ, вот как-то так, вот и всё. И устойчивое выражение используется для выражения эмоционального состояния говорящего. Боже мой! В нашем материале чётко выделяется две группы примеров. В первую группу примеров вставляют заявственные из русского языка слова и выражения, употребляющиеся в речи информанта в неадаптированном виде. Например, вообще-то у них вакер была фамилия, вот, например, моя баба была полька, поблизости с вами, кстати, жи я, между прочим, мой тын домов. Так и дело, вот так вот, так и живём. В соответствующей польской конструкции в речи информантов не зафиксировано. Сравните польское на пшиклад, например. И так далее. Следующая группа примеров составляет слова как-либо подвергшихся адаптации. Например, кто-го знай, ища как, вот тако, так и живем, так и живо. Все примеры адаптации являются не однословными, а адаптация, которую мы здесь наблюдаем, исключительно лексическая. То есть русские слова в конструкции заменяются на польский. Причём адаптированных слов значительно меньше, чем слов без адаптации, а именно 5-30. Интересно отметить, что встречаются случаи использования конструкции обоих видов, адаптированных и адаптированных, у одного и того же информанта. Так и живём, так и живём, вот так вот, вот так вот, так и живо, так и дела. Такие дела. И выводы. Слова и модальные конструкции могли заимствоваться благодаря доступу информантов к средствам массовой информации и другим средствам передачи официальной речи. Второй вывод. Отсутствие фонетической адаптации можно объяснить отсутствием в отмеченных примерах явлений, которым подверглись витуально на данный момент для рассматривания фонетическим процессом. Узрение и скромная мягкость. Предстоит дальнейшая работа по сбору материала и исследованию возможностей другого типа адаптации. А также есть предположение, поскольку наши информанты выражают субъективные смыслы по-русски, говоря по-польски, можно предположить, что они думают по-русски. Ваши вопросы, коллеги? Вопросы? Да, пожалуйста, Катя. По-русски вопрос. Я смотрю, это же обозначение звуков у вас отображено на... Да, это транскрипция. Это транскрипция. Это транскрипция? Да. А откуда берется буква Х, как в русском? Так обозначается звук Х, а в польском так обозначается транскрипция. Просто. Потому что предыдущаяся нет. А, все, класс. Просто отозначается транскрипция. Да, вопрос. Что там происходит с ударениями? Не менялось ли ударение в словах? Не переходило ли оно на предпоследний слог? Ну, в польском языке всегда ударение на предпоследнем слоге. И примеры не зафиксированы, чтобы переходило ударение. В русских словах не переходит на польский? Наоборот. Нет, нет, нет. Не в польских словах на другое ударение, а русские слова не меняли ударение? Нет. Ну, не зафиксированы. Примеры. Гриш, пожалуйста. Можно сопутствующий вопрос? А примеры с адаптацией длинились? Примеры, что там было слово трехсложное. Трехсложное слово. Трехсложное слово. Нет таких примеров, нету. Как я уже сказала, слов с адаптацией значительно меньше. Это все мои примеры. Да. Гриш, пожалуйста. Гриш, пожалуйста, вопрос к первому. Давайте, пожалуйста, говорим. Гриш, пожалуйста. Сейчас я не понимаю, что у меня русские слова даются. Наважи, нере, некоторые слова непонятные. Перевести. Перевести. Ну, деревни, это всем понятно, да? Наважи, это... джеревне это деревне это деревне только то же самое но в другом падеже просто они по-разному говорят вот на ваше это на варю ну они просто говорят и так и так если вот как я сказала не могут думать по-русски то они скорее всего расскажут деревне чем на ваше это на варю например на ваше капусту согласали это приглашали это мы когда собирали мы собирали также песни и там у нас был и согласали на веселье на свадьбе все на желтый карточек а 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 Что вы дальше сделали, что стал, как вы спослушали? Ну, как уже стал... Как цикл весь? У нас мы приходили по нескольку раз к Информантам, к интересным. У нас их было 50 в Знаменке и около 10 в Александровке. Ну вот, они вам рассказывают, что вы же делаете, вы их записываете дальше. Да, потом мы приходим домой, собственно, прикидываем в архив запись и слушаем там уже то, что нам интересно. Слушайте, хорошо, и дальше что происходит? Мы вписываем примеры. Вы сами слышите, что один говорит, что сейчас он сказал там деревню, а потом он сказал деревню. Что вы это? И вы это фиксируете, да? А потом, может, он случайно говорился, или у вас как считается, вот один раз в разом каждый человек, или это разные люди говорят. Вот мне просто интересно, вот при чем появляется такая общающая вот картинка, вот напишите, вот Дима. Ну, чаще всего примеры встречаются не один раз. То есть, примеры, которые встречаются один, ну, смотря на какую тему нам надо. Ну, слово деревня, например, вы сделали вот эту таблицу. Сколько раз мы слышали слово деревня, у ваших там 50 человек. Ну, деревня, это такое слово, которое, в принципе, часто используется, поэтому со словом деревня не было никаких проблем. Спасибо большое. Я вот тоже анализировал речь наших лицистов, и проанализировав, услышал, что чаще всего употребляется слово «короче». Зачастую бывает, что слово «короче» каждое четвертое слово. Вот иду я – короче, вижу я – короче, а там дальше – короче. Вот я спрашивал у наших лицистов, что оно обозначает. Никто мне ответить не сумел. Вот какая сложная лингвистическая задача. А то добавляется, чтобы текст был короче. Большое вам спасибо за интересное исследование. Уважаемые коллеги, на моих часах два...